всем здравствуйте приветствую вас на канале селена кростич меня зовут елена сегодняшнее видео о моих зимних покупочках и подарках начну пожалуй с вот этих двух схем которые лежат перед вами это бесплатная схема скачаны с сайта миробилия это шмель и бабочка шмеля пока я не планирую вышивать бабочка наверное будет выше то в этом году материалов тут мало ниточки dmc бисер мелхилл и есть креник возможно я что-то изменю в этом дизайне из наборчиков у меня куплено в этом сезоне вот такой наборчик от dimensians мишек я еще не покупала один это у меня первый наборчик взяла я его из-за того что я хочу попробовать вышивать на гобеленовой сетки но в этом наборе гобеленовая сетка идет принтованная я думаю вышивать будет легко от dimensians принтованные наборы я не покупала яркие красивые здесь ниточки интересный такой сюжет пришивные элементы есть в этом наборе пуговки вот такой вот у меня куплен наборчик следующий наборчик который я купила в этом зимнем сезоне это наборчик от boffy threads до сих пор продолжаю я охотиться за набором пляжный домик не получается у меня его купить на ebay увидела я вот такой набор вот тут такая продавец женщина в тапках красных в очках с красными клипсами продает всякие рукодельные товары лезет она вот тут за катушками для ниток девушка тут купила большой рулон думаю что канвы для вышивки большой у нее тут рукодельный комодик со всякими рукодельными штучками конечно кошки вот такой вот интересный сюжет здесь идет голубая канва ниточки органайзер еще старых времен не домиком хочу попробовать вышивать эти старенькие наборы купил на ebay случайно увидела сейчас я участвую в проекте организованном жанной рон совместном проекте boffy threads 2021 очень интересный проект и вот пока я вышиваю сейчас наборчик один в рамках проекта попался мне вот этот вот рукодельный магазинчик что еще в этом сезоне купила я наборчики от мелхилл это вот такой латте и наборчик капучино все наборчики эти известны в них идет пришел на элемент вот такая пуговка бисер и ниточки да и бумажная канва для вышивки ну наборчики эти в планах вышивать в этом году у меня не стояла я немножко позже эти наборчики купил он думаю может быть я их в этом году даже начну вышивать и может быть даже и вышью в этом сезоне у меня также куплена была вот такая схема у николы нак заказывала я ее с сайта такой вот мини сэмплер меня в планах на этот год были для вышивки показаны два сэмплера причем на сэмплер с оленем у меня почти собраны все материалы я до сих пор не могу определиться с основой 32 каунт боюсь для оленя будет очень велик я решила попробовать вышивать по ключу вот эту схему чтобы определиться с каунтом для оленя смогу ли я вообще вышивать на очень мелком каунте на сороковом или на тридцать восьмом я купила все материалы по ключу вот к этой схеме мне пришли ниточки пришла ткань здесь рекомендуется тридцать седьмой каунт вот такая ткань corn to sell legacy 37 также рекомендуется здесь рекомендуется и 36 и 37 причем вот именно этот оттенок льна в рекомендациях написан вот удалось мне его купить на 123 причем он был в свободном доступе я зашла в билла в поисковике именно вот это название и у меня оказалось что он есть наличие прям без проблем купила к этой схеме идет восемь тонов шелковых ниточек но тут конечно сразу пишется что есть конверсия в dmc но хочу попробовать вышивать дизайна от николы именно в шелке такие вот чудесные ниточки мне они пришли сразу сканью посмотрите какие розовые красивые оттенки какие зеленые красивые оттенки так вот они будут на ткани смотреться очень красиво в общем решила хоть у меня и в планах не было этого дизайна на этот год начать вышивать дизайна от никола именно с этого дизайна потому что не могу определиться с основой для оленя хочется мне на мелком каунте вышивать в то же время смогу ли я такой большой дизайн вышить сару брейзер не могу никак понять нитки почти все собраны с основой до сих пор не определилась время идет хочется вышивать но вот это вот то ли то то ли все непонятно ну вот планирую что я в марте начну вышивать вот этот дизайн это менее дизайн от николы и уже если в я смогу вышивать не будет легко и по своим ощущениям мне все понравится тогда я закажу для большого дизайна от николы именно наверное каунт близки к сороковому но не сороковой какой-то ли он может быть чтобы чуть полегче мне было вышивать для глаз в общем вот так все еще в раздумьях планирую я это дизайн начать вышивать в марте как раз я закончу свое участие в проекте у жанна рон у меня освободится время и появится я думаю желание заняться только одним процессом сейчас у меня в работе два процесса но не знаю многопроцессница ли я все еще я все еще я думаю с одним дизайном все время мне вышивалось очень кто просто и было сразу видно итог результат работы в общем посмотрю если конечно быть настроение может я его еще и феврале начну так следующий наборчик который я купила хочу вам показать наборчик от верваку это подушка у меня это не первая подушка она вышивается вот такой принтованной сетки написано что стране вот такие вот ниточки очень яркие позитивные о своих подушек сниму отдельное видео подушечку из вот именно этой серии я никакую не вышивала у меня вы что подушки немножко из другой серии очень красиво смотрится ли отшиваются очень просто принтованный стране идеально все там закрашена никаких вопросов ничего не возникает то есть как бы перевышивай буду вышивать наверное в этом году в планах тоже эта подушка у меня не стояла очень она мне нравится думаю что получится очень красивая работа в завершении видео хочу вам показать вот такой вот наборчик от дима шанс этот наборчик подарила мне моя рукодельная подруга ниточки тут все разобраны по ключу канва белая все красиво очень самое главное что здесь для меня ну и наверное для любую вышивальщица здесь 14 каунт вышиваться будет легко очень много полукреста все вот эти дорожки все море небо это все полукрест тоже хочется мне его начать он очень красивый позитивный прям смотришь и навевает воспоминания хотелось бы поехать летом туда куда хочется в этом году у нас в прошлом летом у нас не получилось выехать туда куда мы привыкли ездить ну хочется поехать вот так сесть в кафешке заказать холодный кофе кофе со льдом смотреть на причал где рядом стоят парусники яхты вдалеке маяк очень много цветов самое главное много туристов в общем вот такой вот очаровательный наборчик если буду его вышивать то наверное летом сейчас такой переходный момент между зимой и весной хочется пока еще по вышивать какие-то зимние мотивы кое-что закончить не все получается вышивать что спланировала где-то у меня заблудился розовый лен для одной новогодней игрушки в общем уже дело идет к весне еще у меня зима в общем вот так хочу вам показать еще из купленных аксессуаров вот такую игольничку это производитель от же бокс наш российский у меня от этого производителя есть вот такой органайзер я им активно пользуюсь девочки производят там еще всякие магниты очень красивые и вот я вам не показывала у меня к этому органайзеру есть вот такая игольница думала я что брала ее на подарок но сейчас я думаю что я ее оставлю себе очень довольна я производителем этим все мне нравится и в принципе цены нормальные умеренные вот такая вот игольничка также что у меня еще пришло я вам не показывала от sunflower house свой вот этот пин у меня пины от них есть еще три штучки вот они их пины тут немножко другой цветочек покажу вам сейчас его поближе он еще не раскрывшийся нравится мне от девочек пины думала я что мне больше подходит пины на коротенькой иголки но вот с этой игольничкой оказывается мне такие пины подойдут вот у меня тут ёжик и ананасик они оба на коротенькой иголки но для этой игольнички можно и большие вот такие вот применять пины на больших на длинных иглах тоже я очень довольна теперь пришла к такому решению что игольничка останется это у меня хорошо она очень смотрится в комплекте с органайзером в принципе меня цвет подходит в общем будет игольничка оставаться у меня это у меня все покупочки за этот сезон зимний следующее уже видео покупках сниму наверное будет весенние покупочки сейчас покажу вам мои цветочки у меня зацвел адениум обычно он расцвет раскрывает 3 4 5 цветочков это он раскрыл у меня сейчас первый цветочек все еще цветет у меня цикламенчик ох извините штатив цветет моя орхидей к и цветет гибискус у него вот тут вот внизу распустился цветочка еще один цветочек у него сверху вот такие вот у меня красивые зимние цветы вот такие красотки орхидея вообще вот это бесподобная причем покупалась очень дешево в леруа цикламенчик у моему больше трех лет мне его дарили на работе он у меня пытался болеть но с помощью гомаира я его вылечил у меня поплавал немножко в гомаире и все потом возобновил свой циклический росту на меня то спит кто цветет периодически он у меня после цветения сбрасывает само собой цветы и листья потом немножко спит я его убираю свет на с видного места и потом она меня опять цветет причем цветет он у меня очень бурно вот мой адениум в следующем видео покажу может быть он еще раскроет бутончики цветет тоже он у меня часто два три раза в году вот на этой цветочной ноте хочу закончить свой репортаж заходите ко мне на канал смотрите видео ставьте лайки кому понравилось видео подписывайтесь очень нравится мне обратная связь неправильно сказала очень рада я обратной связи девочки пишут комментарии не только девочки мальчики тоже и рада что это все очень работает потому что видишь что твои видео смотрят они кому-то интересны ну на такой цветочной ноте заканчиваю свой репортаж спасибо за внимание всего вам хорошего с наступающими вас праздниками всем спасибо